пойдемте в таверну продадим книжки чуваку может быть еще очень прикольная купим так ты верно это вот здесь энергенцы вроде бы да нет счет ли геймса все перестала речь очень сожрем так нам сюда так и нам еще рада калькштейну квест тоже сдать он наверно здесь или не здесь он ушел уже я проверим а калькштейн где это землю квест чтоб говорят тебе нужна кровь гуля а у тебя есть а у меня есть только деньги вперед кровь нужна мне для опыту так все предмет очень 100 предмет гулей продан основал химии получен основал химии резко основал химии то что ты сама изучилась да нам не надо дополнительно как-то вы изучать так на все прочитано хорошо дальше а кстати арита танка при ты мы на закате хотели встретиться на закате не будем забыть сколько время 12 нас только антипат нам нужен еще кто-нибудь тут есть бард путешественник золтан ну вот этот чувак а макрис еще не сделали золото вроде ничего не просил мне нужно все уже поговорили нам и побывали вроде бы все погнали с этим чем торговать так во первых продаем то что у нас уже изучена ты дешево продается мне кажется ли это и есть дешевые так дешево так новейшая история они дешево стоят да поэтому стоит принципе купить наверно все что до 50 хотя будем тут много до 50 пророчества и длины полевые растения мы разве дамы читать эту штуку полотные чудовища осталось книга животных блин а у этой скором дешевле стоило не только тоже сотни тоже сотни вроде были че так дорого то что животных не столько стоит животных-то в игре нету а книги они блин стоят супер дорого так ну погнали скупать книги куда нам еще деньги тратить 1 2 чем будем читать сказки и предания сопряжение сфер химера читали пророчества и длины книга животных принцем сотня ладно вот это я не верю не нужно то что у нас уже есть у нас нету король и левый след на хрен с ним ладно блин но болотные чудовища мы купим ближе к болоту так дохрена потратили так книга животных поехали а книга посвященная собакам и волкам здесь же приводится информация способах уничтожения этих животных а также об алхимических ингредиентах которые можно в них добыть от сразу же сюда волк ареал обитания волки живут в дикой природе когда они испытывают голод одни при оближается человеческим поселениями охотиться домашних животных иммунитет отсутствует уязвимость к попыткам сбить с ног против волков особенно эффективен быстрый стиль волки нападают стаями получая преимущество численным численного превосходства алхимия когти и печень а в ту зиму выпало столько снега что нам пришлось выкопать туннель чтобы до до сортира добраться а возвращались сосульками в штанах волки вышли из лесу и сожрали весь скот а потом окружили дом они были как сумасшедшие мы себя чувствовали как те три поросенка собака собаки до башни животные даже бродячие собаки стремятся жить поближе к человеческому жилью мунтета нет собаки лишь папуга опугается их можно просто сбить с ног собаки падает стаями побеждая жертву за счет численного превосходства а тот кто утверждает будто собака лучший друг человека просто никогда не приручал виверну анонимный друид ну по факту так-то а кто а блин тут приручал виверну я думаю никто пророчества и клины а то же самое тут написано топор волчьи клада безумие возродиться вместе кровь хэйна и хэрер а будет так внимайтесь на меня короче понятно глоссарий пророчества и клины древнее эльфийское пророчество предрекающий конец света и клина эльфийской пророчица прославилась тем что предсказал наступление конца света согласно этому пророчеству мире наступит ледниковый период и все люди погибнут выжил только эльфы спасенные отпрыском старшей крови ласточкой да на про цири да да про третью часть уже гибель мира была предсказана по многочисленным знамениям и катаклизм начнется когда эльфийская кровь а пропитает землю тогда на станет час презрения топора и волчьи пурги что можно интерпретировать как долгую войну или возвращение к варварству речь понятно так сопряжение сфер катаклизм обычно называемый сопряжением сфер произошел полтора тысячелетия назад это было колоссальное столкновение нескольких параллельных вселенных в результате катастрофы множество существ и не принадлежавших нашему миру оказались заперты в нем поэтому например у грайверов гули и других чудовищ из этой группы нет собственной экологической ниши они реликты периода сопряжения сфер эльфы утверждают что люди тоже прибыли в этот мир во время сопряжения это случилось вскоре после того как они уничтожили собственный мир эльфы говорили также что именно в это не сопряжение люди научились пользоваться магией разумеется все это ложь и клеветческие спекуляции нелюдей которые готовы на любую клевету лишь бы доказать права правомощность своих притязаний и добавлять запись сопряжения сфер погибли так сопряжение сфер голосарий а катаклизм который называется прижим сфер произошел полторы тысячи лет назад то же самое что ли то же самое сказки и предания сказки предания флоуренс деланный и сказала гадалка ведьмаку вот тебе мой ответ обуй ботинки с подошвами железными возьми в руку посох железный иди в тех железных ботинках на край света я дорогу перед собой посохами посохом ощупывай слезой окропляй иди сквозь огонь и в воду не останавливайся нет не оглядывайся а когда сотрутся подошвы железные и затрется посох железный когда от ветра и жары по и сохнута очи твои так что более ни одна слеза из них и стечь не сможет тогда на краю света найдешь ты то что ищешь и что любишь может быть или нет и пошел ведьмак свозь огонь и воду и не оглядывался но не взял ни башмаков железных не посоха а взял только свой меч ведьмачий и послушал все он слов гадалки и хорошо сделал ибо был ха это плохая гадалка конец а блять запись не не кори глоссарий волшебники только некоторые люди способны стать волшебниками если человек обладающий даром так называемый исток не научиться быстро его контролировать мечтали же да да про оракул это было простой народ не видит никакой разницы между волшебниками тоже было и чё блин ничего не получили я просто прочитали сказку про тупую предсказательницу история миром родорик де новембер новембер а когда костру преступницы поднесли огонь и и охватила пламя а принялась она осыпать оскорблениями со бравшихся на плацу рыцарей баронов вчера и чародеев и господ советников словами столь мерзостными что всех его объял ужас и хоть я костер тот мокрыми поленьями обложили дабы девалица не сгорела быстро и крепче огнем терзания познала познала теперь же быстрее вильно было сухого древно подбросить и казнь докончить но поистину демон сидел в одной ведьме проклят проклятущей ибо хоть она уже и шипела зела шипела зела однако крику более не издала еще более ужасный а еще более ужаснейшие ругательства и зарегать почала возродится мститель из крови моей а возместила она во все весь глаз а возродится из за скверненной старшей крови а истер истребитель народа и миров отомстит он за муки мои а смерть смерть и мщение всем вам и всем колено вашим одна токма это успела она выкрикнуть прежде чем спаслась так сгинула фалька такова кару понесла запрош за пролитую кровь невидную фалька в царе история тимерии а прежде чем лара дорен погибла в изгнании она призвел призвела на свет дочь которую королеву ридане удочерила и назвала ри анон в возрасте 17 лет ри анон вышла замуж за гидемара короля тимерии через три года после их свадьбы началась знаменитая восстание фальки уже беременная ри анон была захвачена в плен в тюрьме она родила близнецов и сошла с ума в то же время то же самое время фалька родила дочь которую оставила у безумной узнице вскоре после этого встание было подавлено фалька была сожжена на костре а королик гидемир получил обратно свою жену вместе с тремя детьми ничего не заметил то что подкинули третьего ну было два стало три одним больше одним меньше посчитает так новейшая история аноним а ничего не дала задумка маршала кое-гоорна его фланговый отряд остановила героическая визимская пехота под командованием воевода бронебора а заплатив большую большую кровь за свое геройство а пока визимцы отпор ставили на левом крыле нильфы рассыпались одни кинулись в бегство другие сбивались в кучи и кучами же он ими защищались со всех сторон окруженные почти тоже делалось делалось и на правом крыле где ярость краснолюдов и крыле и кондотиеров в конец над императором нильфгарда веры взяли на всем фронте возвелся единый крик триумфа а в сердце королевских рыцарей новый дух вступил в нильфгардский же дух пал руки их знаме занемели и наши принялись их лу щить из-за панцирей и не их них выклачивая на вроде гроха так что прям таки эхо прокатилась прокатилась и понял фельдмаршал мэна коегорн что баталия проиграна увидел как гибнут и разваливаются вокруг него бригады и тут прибежали к нему офицеры а так такой же рыцари коня над водя свежего взывая дабы уходя уходил коегорн спасал свой живот но неустрашимо было сердце в груди нильфгардского маршалом добавляет запись на категории глоссарий да конечно интересный у них тут ковар крин прочитаешь история прежде чем лара дорен погибла первое вторжение нильфгарда началось десять лет назад форси форсировав реку я ругу черные атаковали центру а столицу захватили сразу жители перебили королева покончила собой брюки и солдаты а брюки соден и тимери объединились в борьбе с нильфгардом казалось что наступление нильфгардов уже не остановить но уже в том же году это удалось сделать во время битвы под и соденом 22 волшебника сражались на северное королевство 14 из них погибли но именно волшебники в конце концов вели переговоры и заключили мирный договор а три года продать а про три года продлился неспокойный мир а потом на острове тонет во время встречи братства чародеев произошел раскол и между волшебниками началась битва многие погибли и братство прекратило свое существование то же самое время войска войска империи атаковали северное королевство короли были между собой в раздоре а поодиночке не могли противостоять нильфгарду роль фолд фольта заключалась с черными перемирия но она присуществовала недолго армия империи неуклонно а продвигалась вперед пока наконец не потеряла прожить не потерпел поражение во время битвы под баренной а получив такое доказательство уязвимости нильфгарда короли севера объединились и атаковали нильфгард и тогда наконец был подписан мирный договор который навсегда изменил баланс силу в мире окей так чел куда ты садишься давай свои книжки обратно пай селся он тут так это прочитали продать это прочитали продать главное не продать то что не читали обратно выкупать придется за огромную сумму так чуть-чуть вернули денег чутка нажмите а мы тот не прочитали это зерканская алхимия нас появилась бремя 400 монет на эти книги дурашные конечно ну ладно так король и короля а вот и эта штука кстати а взрыв вызывает магический ужас противников но и масса у нас по идее уже было оксид не раз не кратил бомбы по моему так эту штуку мы тоже продаем за 40 нифига все а мы и у него же и купили лол я понял так она спите все куплены там болотный только чел они куплены надеюсь мы сможем купить перед болотами у кого-нибудь и другого а к чему немного пьяный какие-то чуть эффект чего это кошка очень хочешь сказать еще что-нибудь где аллен местная гадалка по имени обигайл предложила позаботиться о нем не знаю правильно ли я поступила когда отдала ей мальчика она какая-то странная я зайду к ним спасибо геральт тоже заходил к ним пока то магический мальчик у магической ведьмы как бы все сходится так и должно быть так пойдемте к преподобному как потом во первых заберем у него деньги оставаться на чеку во вторых расходим на мельницу скоро закат уже по идее нас 30 но не скоро ладно почти мерки но собираем траву пока бежим бы и нет трава нам пригодится если что продать можем конечно дорого не продаться но все равно хоть сколько то так где мы там не туда бежим кстати на нам туда так там еще вино надо было заходить на вино у нас по идее есть что-то еще надо было гитва она сказал сама принесет вроде все ок а кстати а где тут чел вот он может быть у него еще что-то и появилось ну-ка давайте прочекаем приветствую тебя ничего нет видимо на него разве может быть потом появится конечно это еще чудовище он говорит я не знаю мы можем это чудовище убить что я не помню чудовище а . окланка спешим пока и указатель можно потрогать и работает ну и ладно оканец нет еще что-то есть не уверен что там по-моему там ловушка будет это ловушечка была домик ловушечка такая прям нас вроде не может быть и 100 носитки туда отправит некоторые вещи покрестности делается опять появлялся где под домом ведьмы был так это ведьма посылает его людей жрать разберемся с этой ведьмы с таким вооружением держалась подальше от стражников да мне не а хорошее вооружение о страшненький нереснулись что участие не друг друга если да не делись так чел говори быстро о а мы же еще часов не зашли про них забыл и часовне ты лжешь зверь все еще преследует нас я же говорил тебе что это не сработает где моя плата ах да твоя плата должно быть проклятие сильнее чем я думал нет сомнений что причина это ведьма обигайл она злая женщина ведьма может быть она сможет рассказать нам больше ты хочешь связаться с этой безбожной шлендрой это она она травила на нас зверя и все прочие бедствия тоже возможно но все равно я хочу сперва с ней поговорить мы должны узнать откуда пришел зверь узнай правду и возвращайся ко мне так и сделаю за 300 уринов мы бедная община могу предложить только 200 пусть так а в смысле 300 пусть давай то вообще 100 чего блядь то есть договаривали договоримся на 300 чел такой у меня нету 300 держи 200 ну давай 200 получаем 100 обдираловка мне сколько было у меня по моему 600 до реальность уки наебывают и не краснеют глядь говори чел еще сотнем хотели может быть он имел ввиду на 200 меньше тогда сходится я хочу войти в город но мне понадобится пропуск знаешь что такие пропуска только у рыцарей ордена но как капеллан вечного огня я получил один такой на хранение могу я его получить ты чужак бродяга ты с ума сошел так что по утопции у кого были жрец вечного огня а че то громко о язычник лишь вечный огонь может спасти нас от белого хлада ты подобные тебе погибнут в грядущей пурге да что ты погибнут в пурге а так гласит пророчество и тлины эльфийской ведьмы но вечный огонь сохранит нас даже так старый мир погибнет но лишь чтобы вновь возродиться из зерна кое не прорастет но возгорится пламенем кажется ты сам себе противоречишь ты издеваешься подо мной ведьмак тогда ответь мне кто дал тебе право в а почему они не отмечены даже эти штуки я прошу прощения тот кто творит богах еще говори так это по-моему все было это не отмечено стало льда для встречи так у него получается были эти штуки а у кого тогда были утопцы или мы спутсом утопцы может быть сдали уже ну-ка еще раз ну-ка еще раз а мы сдали утопцев я как-то пропустил в момент ладно сдали это хорошо пойдем тогда сюда умираю от скуки здесь по-моему еще был торговец не лавочница по-моему торгует ты ведьмак откуда ты знаешь невежливо отвечать вопросом на вопрос был тут один типа тебя преподобный рассказал кто это был но имя я так и не запомнила но знаю что он хотел попасть в город его пустили в зиму не знаю он разговаривал с преподобным возможно священник помог ему что-нибудь еще знаешь о ведьмаке помимо того что рассказала нет в таком случае расскажи еще что-нибудь это мясо как-то подозрительно выглядит откуда оно так ты нюхать будешь или покупать невежливо отвечать вопросом на вопрос не твое дело откуда я беру мясо не хочешь покупать дай пройти другим клиентам что-то я тут очереди не вижу расскажи мне о другом ведьмаке мне мало что известно в таком случае повтори то что ты мне уже рассказывал побродил какое-то время здесь потом поговорил с преподобным наверное священник дал ему работу но очень скоро ведьмак ушел у него был очень настороженный вид словно он чего-то боялся спасибо мясо 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 да сало ну мы можем свою штуку напродавать еда за 1 ну как бы супер дешево но чисто чтобы инвентарь почистить основа для смазки меча ну у нас вода есть поэтому тут штук наверное продадим блин а вот нету эффективности они все одинаковые что бутылка с водой она как бы стакается в один слот это довольно приятно а вот это например в один слот не стакается хлеб ммм переброд блин у нас в этой штуке например 7 и одна в одном слоте находится то приятно все остальное блин не находится в одном слоте просто место занимает ну ладно место пока вроде есть наверное не будем мы продаем вот эти по одной штуке которые лежат чтоб не лежали чтоб место почистить не забесплатно так дайте сортировочку все отлично так мы идем на ту сторону вон туда мы идем будем сейчас эту штуку защищать надо от чувака найти по идее городские стражники так штуки тоже по пути надо сейчас ласточку посмотреть поем костер да вон вижу костер сейчас я на костер может быть вкачаем что-нибудь ну я бы и не подкачал там он в будущем понадобится в этом месте а или даже может быть в этом месте не помню что это за пещера да новые таланты есть погнали так 3 значит да погнали все выгни я думаю вложимся так что у нас тут дальняя атака чтобы начать зарядку знак нажмите держите правую кнопку мыши пускай будет повреждения плюс 10 пускай будет и вот эту штуку уровень 2 угол 135 восполнение затрат энергии берем это все нам надо так и еще хочу алхимию посмотреть рецепт ласточки самая обычная ласточка крафтится из-за упороса вопрос у нас в чем есть вот в этой штуке например да а ребис а ребис в вот этой штуке она и так выставлена так а эфир а нет эфир эфир в вот этих штуках думаю почему красным не думаю что не нравится нормально же все плюс силовая настойка аааа точно алкоголь же нужен чтобы эту штуку использовать центральную аааа а у нас ничего нету а сколько у нас ласточки две да блин не знаю лавочка будет ласточка так закат мы еще успеем давайте сначала не давайте кстати сначала на мелочь мало не успеем до заката эти медитируем а надо как-то ровно по-моему там надо заранее слегка прийти чтобы не пропустить давайте мы сохранились делаем себе закат на начался раньше вот он закат и чуть-чуть меньше по идее это она дождик пошел все побежали к мельнице потом после мельницы сюда зайдем нельзя с мечом побег да с кем это же спать сейчас хочу с кем ну никула нет не с мекулой заперта рано пришли типа значит я помню мне казалось я сюда прибежал по таймингу а тут никого не было давайте траву хотя бы крутаем здесь утопцы вроде появлялись а здесь по моему хотя чел должен был тут не а или это я путаю с чем-то нет утопцев блин сохраняться страшно и идти скипать штука тоже страшно 19.00 ладно пойдемте попробуем скипнуть да там рыба вдалеке прыгала мне показалось надеюсь я что-то прыгал только что эмх ну сейчас не прыгает так как не было костра прошайка видимо только с этого костра можно скипать и ладно видимо за час раньше я с чем-то путаю может это в другой игре так надо было делать или я просто квест как неправильно до этого делал ну ладно какие-то ошибочные возможно воспоминания реально так медитировать 24 часа а нет не 24 часа а я все я не могу 19.00 жене помню все запорол он не хочет сейчас медитировать короче хз возможно сейчас запорол надо было загрузиться блин я побежал траву собирать сейчас заново придется сейчас траву лутать нет я не знаю без разницы может быть конечно какой день то есть я искал типа завтра мне слишком мало платят за такую работу я нету это она нет она все есть окей ладно на обратно чуть-чуть на час больше может приходить к ходу ну наконец то я боялась что ты уже никогда не придешь от этого места у меня просто мороз по коже ты вина принес как я просила да это же вино ой спасибо теперь мне не так страшно так что ты покажешь мне мельницу конечно я покажу тебе все что только захочешь ну дам нужно пропускать вперед ой мне наверное не стоит этого делать я могу испачкать свое платье не бойся ведьмаки умеют справляться и с этим смотри куда прешь идиот смотри куда прешь идиот смотри куда прешь идиот что такое на старой мельнице снова монстр Надо бы ведьмака нанять или мага какого, чтобы посмотреть. Да разве же их найдешь, когда они нужны? Поживем, увидим. Монстр не волк, в лес не убежит. Зачем людьми рисковать? Действительно, звуки монстра. Неожиданно. Плюс карточка. Так, еще одна. Запись персонажа Рита. Ну-ка, что там у нас запись? Смотреть карту. Окей. Бармань, если придорожить, то верно. В предместьях. Бойка, девушка, у нее... Ну, походу, они просто карточку, да, отметили? А у нас еще с кем-то было. А, Стрис. А где карточка Стрис? А Стрис нельзя посмотреть, понятно. А, или мы ее не получили? Кстати, может быть, не получили, реально. Ага. Все там проскипал немножко. Стрис形. Всяняُ П � adulte. Ага. Стрис南да.